Всем доброе утро, всем, кто подключился к нашему утреннему эфиру трансляции онлайн-форума. Сегодня у нас с вами 11-й день онлайн-форума «Секреты успеха лидеров Арифлейм». И, как мы с вами и планировали в нашем формате, в субботу и воскресенье, этот день посвящен тому, чтобы встретиться с тренерами, теми людьми, которые достаточно плотно работали с консультантами и лидерами компании Арифлейм и повлияли на судьбу многих консультантов и лидеров. И, соответственно, наша сегодняшняя встреча, для многих это как встреча друзей, встреча старых знакомых, с которыми как-то пересекались судьбы и дороги, и у вас есть потрясающая возможность встретиться со своим тренером, а может быть даже на будущее себе и провести такого и тренера, и наставника, который поможет решить вам те вопросы, задачи, с которыми вы постоянно сталкиваетесь. Сегодня у нас будет особый формат, у нас сегодня не будет видео. И да, пожалуйста, сейчас, если вы меня уже слышите, поставьте плюсики в чат или как-то отреагируйте. Так, вижу, да, уже пошла обратная связь. Значит, сегодня у нас особый формат, сегодня видео не будет. Сконцентрируйте все свое внимание на том, что вы будете слышать. Более того, я вам даже рекомендую запастись ручкой, листочком для того, чтобы сделать какие-то пометки, потому что информация, которую вы будете получать, сегодня она очень насыщенная и заставит вас в хорошем смысле работать головой, как бы это ни звучало. Поэтому давайте еще такой расформат видео. Сегодня не будет, повторюсь, хотя привычно его видеть спикером, но сегодня важно направить ваше внимание именно к самим себе, к своим мыслям. И с этой целью я сегодня пригласил моего хорошего знакомого, друга, партнера Сергея Васильева. Я вижу, что в чате уже многие из вас знакомы с этим тренером, пересекались на его тренингах, где-то на академии, может быть, получали личную консультацию. То есть, кстати, напишите, пожалуйста, еще те, которые не подключились к этому процессу, кто знаком с Сергеем. Те, которые его услышат или увидят, услышат, вернее, сегодня в первый раз, тоже об этом сообщите, для того, чтобы было понятно, сколько времени уделить внимания для того, чтобы он вам перед вами представился. Со своей стороны я хочу сделать такой небольшой ему промоушен. Честно говоря, когда я думаю, как представить Сергея, я иногда даже не знаю, с какой стороны подойти, потому что человек, который, ну, скажем так, когда есть какие-то сложные задачи, стратегические задачи по обучению, задачи по развитию лидерства, сопровождению новичков, да и вообще вопросу нахождения тех людей, которым действительно может быть интересен бизнес. Вот, кстати, обратите внимание, много было вопросов, что как же приглашать людей, откуда брать те, которые хотят заниматься бизнесом, бизнес никому не нужен и так далее. Сергей, он очень многим помог выстроить систему работы. Но когда выстраивать систему, это вопрос такой многогранный, то есть тут очень много вопросов, которые необходимо решать. И сейчас я боюсь увлечься представлением. Давайте сделаем вот что. Я лучше передам слово Сергею, и он о себе более подробно расскажет. Но сделаю небольшой промоушен. Сегодня мы затронули тему, будем разбирать тему делегирования, такую непростую тему делегирования в сетевом бизнесе. Причем затронем мы со всех сторон вопросом таких, а кто, что должен делать лидер, как наиболее эффективно распределять свое время, свои действия, свои ресурсы, чтобы поручать команде, что должна делать команда, что вообще как организовать сегодня работу, потому что многие сталкиваются с тем, что когда слушают выступления развивающихся лидеров, в голове появляется вопрос, когда они все успевают, когда они успевают делать бизнес, когда они успевают заниматься своей семьей, и когда они вообще живут, потому что ощущение, что это какие-то сверхлюди, какие-то нереальные. Когда вы смотрите на свою картину, на свою жизнь, вы понимаете, что вам кажется, что это невозможно уместить в 24 часа. И вот для кого эта, кстати, тема знакома, актуальна, болезненна, напишите, пожалуйста, об этом сейчас в чате. А пока вы пишете, мы заполним эту техническую паузу, я передам слово Сергею, и мы начинаем нашу сегодняшнюю трансляцию. Итак, Сергей, передаю тебе слово в отчетный микрофон. Тебя уже слышно, люди тоже тебя должны сейчас слышать. Давай проверим связь, и мы начинаем. Добрый день, дорогие друзья. Я надеюсь, что меня слышно. Соответственно, я сейчас пока представлюсь. У нас есть техническая некая задержка связи. И сейчас проверим. Напишите в чат, кто меня слышит. Сергей, тебя слышно. А я пока расскажу пару слов о себе. Давайте только сразу договоримся, что главная прелесть сетевого бизнеса заключается в том, что каждый человек может делать все, что хочет. То есть, в отличие от другого бизнеса, если ты здесь не нарушаешь законы страны и законы компании, то ты можешь делать все, что угодно, и, соответственно, тебя за это никто не имеет права наказать. И, по большому счету, даже никто не имеет права тебе указать, как делать. Вот. Кстати, это одна из таких грабель, на которые мы потом наступаем, уже сами оказываясь в роли спонсора. Вот. Так к чему я говорю? Я говорю к тому, что все, что я вам сейчас буду рассказывать, это не догма, а информация к размышлению. То есть, я вас не прошу с этим соглашаться. Я вас прошу с этим задуматься над этим. Теперь вопрос, почему же имеет смысл меня послушать и задуматься. Такая маленькая история. Ну, во-первых, у меня два образования высших. Это медицинская, причем со специализацией по психиатрии, по психотерапии. Второе – это высшая психологическая. Куча специализаций. Первый тренинг я провел в 1988 году. Всегда говорю, что это еще прошлое тысячелетие. Вот. Соответственно, мне повезло, с одной стороны, я начинал тогда, когда не было еще психологических школ, не было тренинговых школ, практически не было литературы, поэтому привык собирать практические результаты и опираться на практику. Поэтому я всегда говорю, что я практик. И, соответственно, на тренингах мне часто приходится говорить, что, друзья, вот, соответственно, вот так вот правильно, грамотно, так написано в книжках, нифига не работает. Вот так вот неправильно, неграмотно, некрасиво, но зато работает, есть результат, потому что это работает на практике. Соответственно, бизнес, начинал я с тренингов личностного роста В начале 90-х начал вести бизнес-тренинги В 1994 году первый провел тренинг для сетевиков То есть, прикидывайте, да, соответственно, уже 20 лет Работаю и с сетевиками тоже Причем работаю с разными компаниями Соответственно, имею опыт работы неограниченной одной деревни Извините, какая бы эта деревня шикарная и красивая не была Вот, и плюс еще есть один момент Я всегда говорю, я муж сетевика Вот, а по стажу это год за три Это только муж сетевика Меня может понять И, соответственно, я знаю еще этот бизнес с этой стороны С той, с которой большинство из вас, он недоступен Вы даже не догадываетесь, что там происходит Пока не возникают какие-то неприятности в семье Вот, поэтому, я надеюсь, достаточно привел доводов Что меня стоит послушать Хотя, еще раз говорю, что все, что я сейчас расскажу Это не догма, а информация к размышлению Итак, наша тема делегирования И я бы хотел начать сначала с двух очевидных вещей Что нам делегирование может дать Но можно танцевать от мотивации избегания И, соответственно, приходить к делегированию Потому что просто нифига не успеваешь Кстати, большинство именно так и приходит к делегированию Можно пойти другим путем Когда ты хочешь сделать больше Почему? Потому что, когда ты начинаешь делегировать То в итоге ты получаешь свободное время Но даже не это самое главное и ценное А ты получаешь свободную энергию и свободные мозги Почему? Потому что человек целеустремленный Он, наверное, слышали неоднократно эту метафору Про веник, про растопыренные пальцы Про кулак, когда собирается все в единую точку То есть, когда ты начинаешь решать задачи Достаточно высокого уровня А любой лидер к этому приходит То, соответственно, ты уже не можешь распыляться А рутина и мелкие дела Это как раз распыление И когда ты крутишься и вынужден делать Десять, тысячу, сто мелких дел Соответственно, и твое мышление Оно разбросано Твоя энергетика разбросана И так далее Очень сложно собраться И сделать что-то глобальное Это первый момент То есть, мы высвобождаемся, скажем так Для великих дел Помните, как в одном из фильмов Говорят, не царское это дело То есть, примерно из этой же серии Соответственно, если царь красит заборы То это его личное хобби А если он это И должен красить их в свободное от трона время Соответственно, иначе царство Может быть, забор будет покрашен Но царство он явно профукает Второй момент Который мы получаем при делегировании От которым далеко не всегда люди задумываются В советские времена Была очень хорошая тема Может быть, кто-то еще помнит и застал Называлась она Рост кадров на выдвижение То есть, суть заключалась в том Что любой начальник Должен был подготовить Как минимум одного А по-хорошему вообще трех человек Который заменит его на его месте Если с ним что-то произойдет Если он уйдет И так далее, и тому подобное Но если мы приложим эту тему К сетевому бизнесу То мы заметим очень интересную вещь Что она очень хорошо ложится На выращивание лидеров Потому что если ты пока еще маленький спонсор Ты директор Соответственно, когда ты пойдешь на место Золотого директора или выше То, соответственно, директорское место Должны занимать люди из твоей первой линии Чем больше людей ты подготовишь Тем лучше Так вот, делегирование решает Такой очень интересный вопрос Он позволяет людям Попробовать Вкусить более высокую ступень Более высокий уровень Но при этом Как бы Не боясь пока еще ответственности Потому что страх ответственности Для наших людей Соответственно, это Достаточно Серьезная тема То есть, заметьте У нас как только речь идет Ну что, ты за это отвечаешь Все, шмырк Тут же все в кусты Практически никого не видно А в случае делегирования Получается такая очень интересная вещь Что я делегировал Но основная ответственность Она вроде лежит как на мне И получается, что вот этот момент Что ты делаешь То дело Которое ты будешь делать потом И отвечать за него Что сейчас за него Ты вроде как отвечаешь не полностью То есть, вот такая интересная штучка Которая позволяет многим людям Сделать тот шаг На который они вряд ли Когда-то пойдут Соответственно Могут даже не двинуться Не расти Потому что ответственности боятся Вот такая очень интересная тема Это делегирование Как процесс даже не обучения А развития личности Я думаю, очень важный момент Особенно В нашей стране И в нынешней ситуации То есть, вот эти вещи мы получаем Когда мы занимаемся делегированием Теперь вопрос В чем сложности С делегированием? Сначала поговорю Эти сложности У нас возникают Следующим образом Ну, момент первый То есть, нас никто Не учил делегировать Если вы не учились В специализированных вузах Или вам не повезло Попался учитель Там или, не знаю Вы ходили на тренинг По этой теме И так далее Поэтому Мы в большинстве своем Не знаем Когда это надо делать Когда это делать Не надо Соответственно Кому делегировать Что делегировать И как делегировать В связи с этим Начинаем все это искать Методом тыка Причем В бизнесе Соответственно Теряем Натыкаемся Теряем время Теряем деньги Теряем людей И так далее Вот Соответственно Некоторые говорят Да фиг с ним Я проще все это сделаю сам Есть такой момент То есть, соответственно Нужна для этого технология Кстати Немножко об этой технологии В рамках того времени Которое мы располагаем Мы поговорим Значит Вторая причина Которая Может остановить Мешать делегирование Это очень сильная причина Она заключается В том Что Когда мы начинаем Сетевой бизнес То мы Говорим Я сам Потом Мы говорим Нашему человеку То есть Ты сам Ты лидер Все зависит Только от тебя Только ты И так далее То есть Никто кроме тебя И все прочее И соответственно Эта вещь Она хорошая Она правильная Она грамотная Потому что Действительно Никто кроме тебя Но Наступает момент Когда вот это Укоренившаяся Причем У лучших людей Укоренившаяся В голове Вот эта вот вещь Я сам И никто Кроме меня Она приводит К тому Что у меня Даже не появляется Мысль Что я могу Кому что-то отдать Вот И соответственно Когда говорят А отдай-ка ты кому-то Что-то другое Лидер говорит Как Меня же только-только Учили Что я сам Что от меня Все зависит Причем Поскольку Это происходит На уровне Подсознания А не на уровне Интеллекта То Большинство людей Даже не обсуждает Эти вопросы А просто шарахаются От делегирования Вот Это один момент Второй момент Связанный Из этой же серии Очень многие Лидеры Страдают Так называемым Комплексом Отличника Или Такое умное Слово Комплексом Перфекциониста То есть Когда все Стараются Сделать На 100% Даже на 105% Даже если Это нафиг Никому не нужно И достаточно Только на 80% Ну а соответственно С делегированием Мы сталкиваемся С такой вещью Что Когда мы Делегируем Человеку Какое-то дело То есть вероятность Что этот человек И скорее всего Даже так произойдет Что этот человек Сделает Хуже Чем я Особенно Первый и второй раз Ну и соответственно Мы боимся Что это произойдет Хуже Не доверяем ему Ну и так далее Говорим Дай-ка лучше я сам Кстати Очень четко Это видно В воспитании детей Когда ребенок Моет посуду Там пол И все прочее То есть С этим все заканчивается Соответственно Еще один момент Который стоит У нас На пути Это момент Который заключается Вот в чем Если Вы работали В Имели опыт работы В линейного бизнеса То Есть такое понятие Доход И есть понятие Прибыль И соответственно У бизнесмена Есть расходы То есть бизнесмен Привык платить Он привык платить Рабочникам Он привык платить Посредникам И так далее В сетевом бизнесе Такой вещи Не наблюдается И соответственно Поскольку платит За работу Компания Ну я говорю По факту Так как есть Может быть даже Немножко утрирую ситуацию То все деньги Которые Получает сетевик Это в принципе Должны быть его деньги То есть он их Кладет в карман И поэтому Расстаться с этими Деньгами Многим Достаточно сложно Особенно На первом этапе Тогда Когда Этих денег Еще не шибко много Вот И Соответственно Здесь есть эта сложность Когда возникает вопрос Что как Кому-то нужно заплатить За какую-то работу Вот Особенно Это осложняется тем Что Если я хорошо работаю У меня есть структура Которая вроде бы И так Пашет Ну давайте так назовем Бесплатно С моей точки зрения То есть я-то лично Им не плачу То есть как платить кому-то Вот Это очень большая проблема Заплатить кому-то На которую Вы будете натыкаться У себя И так далее Которую До сих пор Слышно От Многих лидеров От У многих топов До сих пор Как я буду платить Такому человеку Дальше Соответственно Следующий момент Про который мы будем говорить Это Кому делегировать То есть для делегирования Достаточно Платно Достаточно Важно Выбирать людей Которым Осуществляется делегирование То есть Абы кому Это делать не получится По двум причинам Первая Человек должен быть готов К делегированию Причем готов Не только по навыкам Которые мы делегируем Навыкам как раз Можно научить Он должен быть готов К принятию ответственности У него должно быть желание И мотивация Делать то Что ему делегируют О чем мы часто Не смотрим И не попадаем В эту тему Потому что Если мы считаем Что Если человек Это делать умеет Значит он это будет делать Нифига подобного Люди часто Не делают Что-то Даже если Они умеют делать И даже если У них есть Явная мотивация За это Вот Просто потому Что они не готовы Взять на себя Вот эту некую ответственность И еще один момент Мы можем Сами себе Напортить здесь Потому что Достаточно Частая ситуация Возникает в том Что Человек говорит Ну Я понимаю Что мне нужен помощник Я уже дозрел До того Что мне нужен помощник Но Я готов взять помощника Только на одном условии Если этот человек Будет подписан И будет строить У меня структуру Тогда вот Я его возьму И буду рассматривать Как помощника Ну Я всегда здесь Задаю один вопрос Ну давай так Хорошо Если человек Будет работать У тебя И будет строить структуру Вопрос У него будет время И силы Работать твоим помощником То есть Логично нет Соответственно В итоге Ты получишь Человек Который будет Разрываться Между Двумя вещами Вот То есть По строению структуры И так далее В результате Ну Практика показывает То и другое Будет делать фигово Вот Вопрос этот Неоднозначный Почему Потому что Есть момент Когда некоторые пункты Мы будем делегировать И Говорить об этом Как делегировать Помощникам Именно из своей структуры То есть Из тех Кто строит структуру Вот Но Скажем Это отдельная тема И отдельный пункт И еще один момент На котором бы я хотел остановиться Прежде чем Перейти к различным вариантам Делегирования Это Вот Вот какой момент Я не знаю Видите ли вы Или нет Эту тенденцию Я думаю Что те Кто в сетевом бизнесе Больше пяти Или больше десяти лет То Соответственно Это люди Которые видят Что Особенно Последнее время Происходит Очень интенсивное Влияние Точнее Слияние Сетевого И линейного Бизнеса И все меньше И меньше Отличий Границ Между сетевым Бизнесом И линейным И если Лет 15 20 назад Можно было Четко Стихать Вот это только сетевой Вот это только линейный То посмотрите В линейном Бизнесе Сплошь и рядом Появляются Многоуровневые Вещи Система Вознаграждения Карточки Сетевые Магазины Я имею ввиду Не интернетовские А магазины Которые построены По принципу Сети В то же время В сетевом Бизнесе Появляются Все больше и больше Элементов Из линейного Бизнеса Я просто Приведу Один пример Что если Лет 15 Назад Тренер Пытался Заикнуться О том Что У сетевика У лидера Должен быть Свой офис В него Летели Гнилые Помидоры Говоря Что это Бизнес Лицом К лицу Это Соответственно Важно И так далее То Сейчас Да Тогда даже Компании Практически Не имели Своих Офисов Вот Кроме Главных Топовых То сейчас Практически Любой лидер Имеет Свои офисы Я говорю Сейчас не про склады А именно про офисы И так далее Если лет 10-8 назад Мы говорили о том Что Топ-лидеру Необходим Секретарь Который возьмет на себя Рутинную работу Опять же Летели гнилые Помидоры Вот Сейчас Очень многие Лидеры Имеют Секретарей И так далее То есть Решая подобные вопросы Вот Я к чему возвращаюсь Я к тому возвращаюсь Что вопрос делегирования Это один из важных вопросов бизнеса И Сейчас Вы просто Без этого Далеко Никуда не уйдете Причем Ситуация Меняется Таким образом Что если В нашей стране 15-20 лет назад Сетевой бизнес Можно было делать Чисто за счет Эмоций Чисто за счет Вау-эффекта Что в принципе делалось Не знаю Плохо это или хорошо Это так было То сейчас уже Вау-эффекта не хватает И Соответственно Лидер вынужден делать Очень много вещей Которые Ну Напрямую К Сетевому бизнесу Не относятся Писать статьи Вести сайты Склады Офисы Обучение Пиар Работа Ну И Проведение мероприятий То есть Куча 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 Вещей Которые Ну Вроде бы Напрямую К сетевому бизнесу Не относятся Вот И соответственно Сейчас все Раньше и раньше Наступает момент Когда элементарно Просто не хватает На это все Времени Вот Но это вот Коротко Об ошибках И О том Зачем нам Нужно делегирование Теперь Прежде чем Двигаться Дальше Если у вас Будут возникать Вопросы То я вам Рекомендую Вопросы Делать следующим Образом Поскольку у нас идет Некоторая Временная Задержка Между Тем Что я говорю Тем Что вы меня слышите И тем Что вы печатаете Вопросы То я рекомендую С вопросами Делать следующую вещь Открыть текстовый файлик Печатать эти вопросы В текстовом файлике А потом Быстренько Просто вставлять В чат Почему Потому что Я иногда буду говорить Делать паузу И говорить Если есть вопросы Задавайте Я отвечу Особенно в конце Моего выступления Я оставлю Для этого Немножко времени И соответственно В эти вопросики Быстренько вставите Если вопросы Кто-то будет вставлять По ходу дела То Александр Их стоящие Грамотные вопросы Относящиеся к теме Он будет вылавливать И в конце Мне подкинет Потому что Я хочу предупредить Сразу Что лично Я в чат Не смотрю Соответственно Просто Для того Чтобы не отвлекаться От разговора И не тратить На это лишнее время То есть Вот я про вопросы Сказал Так что Готовьте Стучите их В текстовом файлике Будет время На них ответить Значит Теперь Очень важный момент Который Я Хочу Отдельно Прямо выделить Отдельным пунктом Я тут уже упоминал Готовность Или Неготовность Платить Вот Дело в том Что Вопрос с делегированием Можно решить Только решив Один кардинальный вопрос Вопрос Который Часто Приходится Поднимать Очень на многих Тренингах Независимо От Того Какой теме Тренинг Посвящен Вопрос такой Сколько Стоит Минута Или час Вашего времени Вот Стукните Ради интереса В чат Чтобы не только я А видел Кто-то Общую картину Знает ли кто-то Сколько стоит Час Ну или минута Вашего времени Если знаете То напишите Что знаю Или просто Стукните Цифру Люди Посмотрят Вот Если не знаю Не считал То напишите Что не знаю Причем Давайте честно То есть Если вы знаете Примерно И не занимались Конкретными Подсчетами То пишите Не знаю Вот Не буду сейчас Трать на это время Объяснять Почему это так Вот Посмотрите Заодно Как обстоит Ситуация Так вот Соответственно Пока мы Не решили Сколько Стоит Наша Минута Времени Мы не сможем Решить вопрос Стоит ли нам Заниматься Делегированием Вот Я Кстати Сейчас уже Вижу реакцию По чату Я так иногда В него все-таки Поглядываю Вот И обратите внимание Что пока Превалирует Не знаю Не знаю Не знаю Кстати В связи с этим Отступлю от темы Делегирования И скажу пару слов На эту тему В сетевом бизнесе Есть два продукта Которые мы продаем Значит Первый продукт Это продукт компании С которой вы работаете Значит Соответственно Его продают Наши дистрибьюторы Второй продукт Это Продукт Который продают Лидеры Лидеры продают Своё время В первую очередь Они продают Свою жизнь Не знаю Может быть Для кого-то Это будет открытием И соответственно Я могу сказать Что если вы не знаете Сколько стоит Ваше время То вы никогда Не сможете Продавать его Эффективно Вы будете его Разбазаривать И раскидывать Вкладывать Не в тех людей И я думаю Что это одна из причин Не единственная К сожалению Но очень важная Которая Может привести К тому Что вы топчетесь На одном месте Не развиваетесь Так как хотелось бы Потому что просто Не знаете И разбазариваете Своё время Вот Такая маленькая Ремарка Которую стоит Поговорить Теперь вернёмся К делегированию Значит Первый Слой делегирования Для лидера Как ни странно Вроде бы Не имеет отношения К бизнесу Это семья И быт Этот вопрос Очень важен Потому что Даже если вы Посмотрите На Половой состав Людей Которые Сейчас Пишут в чат То вы увидите Что Основная масса Это женщины Но у нас Пока До сих пор В семье Домашнюю работу Это делает Женщина И я Попрошу Сейчас Каждого Стукнуть Сколько часов В день У каждой Лично из вас Занимает Домашняя работа Вот просто Стукните Ну Примерно Среднестатистический День И сколько День То есть Сколько времени Это занимает Соответственно Дальше Возникает вопрос Что пока Вы занимаетесь Этой работой То вы Не Работаете Сейчас Прошу Прощения То вы Не Работаете Соответственно Как Сетевик Как Лидер О Видите Какие Офигенные Цифры Да И Поймите Одну Вещь Что Вы Подработчик Вы Подработчик А ваша Основная Работа Это Семья Вот А дальше Возникает Вопрос Давайте Так Если Женщине Домашняя Работа Нравится То есть Она Получает Кайф От Мытья Посуды Мытья Полов И так Далее То это Хобби Друзья Запомните Это Хобби Так вот Есть хорошее Правило За хобби Вам не платят За хобби Должны платить Вы За возможность Заниматься Хобби Вот И соответственно Кстати Запомните Если Это нравится Не вопрос То есть Это хобби И так далее Но есть Хорошее Правило Для того Чтобы Заниматься Хобби Человек Должен Заработать На право Заниматься Хобби Вот Соответственно Если Вам это Не нравится Ну Не то что Не нравится Не кайф Не попадает В раздел Хобби И вы Не рветесь С утра Сразу Помыть Посуду Помыть Пол Убраться Дома И так далее То возникает Вопрос А не Нанять ли Вам Няню Гувернера Но Дальше Здесь Возникает Очень важная Тема Очень важная Тема На счет Того Момент Первый Как Так ему же придется Платить Правильно А теперь Давайте Прикинем Пока Вы Не знаете Соответственно Сколько Стоит Ваше Время Вы не можете Решить Кого Эффективнее Нанять А дальше Получается Часто Разговор Который Приходится Вести С лидером Когда Я говорю Сколько Стоит Часто Его Время Лидер Говорит Час Моего Времени Стоит 5000 Я задаю Вопрос Сколько Стоит Хорошая Да Следующий Вопрос Я задаю Скажи Пожалуйста А ты Домохозяйка По пятибалльной Системе На сколько Она говорит Ну на троечку С плюсом По качеству Я говорю Скажи Пожалуйста Сколько Стоит В твоем Городе Нанять Хорошую Домохозяйку Сколько Стоит Час Ну Она Поискала Говорит Полторы Ну 2000 Это максимум Я думаю Что в мелких Городах Эта цифра Намного Меньше При этом За полторы Две тысячи Мы Нанимаем Хорошую Качественную На пятерку Домохозяйку Значит Соответственно Альтернатива Это Домохозяйка Введена На три С плюсом Которая Стоит 5000 Рублей В час Ну А дальше Прикиньте Собственно Говоря Вопрос Выгоды Да То есть Вот такая Достаточно Интересная Тема Это касается Гувернеров Но Тот Кто хоть раз Делал с ребенком Уроки Они прекрасно Понимают Как это Сказывается На взаимоотношениях С ребенком И сколько Это высасывает Времени И сил Причем Не только На сам факт Подготовки Уроков Но и сколько Вы будете Потом Восстанавливаться После этой Ситуации Тому Кто ни разу Не делал с ребенком Уроки Это бесполезно Объяснять Вот Это только тому Кто хоть раз Пережил Эту трагедию Вот Ну Соответственно Придется делегировать Но Здесь возникает Я уже говорил Два вопроса Вопрос первый Как придется платить Причем Вопрос За ту работу Которую я всю жизнь Делала бесплатно Мне теперь придется Кому-то платить Серьезная Серьезная проблема Но Еще раз Прикиньте Хреновую домохозяйку За пять тысяч Либо хорошую За полторы Вот Вопрос выгодности Вопрос рентабельности То есть Пора уже думать Как бизнесмены И кстати Заодно для себя Прикиньте Вы сейчас Размышляете Как домохозяйка Либо вы Размышляете Как бизнесмен Вот Просто Прикиньте Для себя Ну а дальше Посмотрите Насколько Вы Будете двигаться Скажем В своем бизнесе Если вы продолжаете Думать Как домохозяйка Вот И еще один вопрос Как Я пущу постороннего человека В свою семью Вот Но я могу сказать Что в современном мире Ни один бизнес Ни один В одиночку Не делается Вам придется Впускать Других людей В ближайшее окружение Кстати Многие Приводят Знаменитую фразу По-моему Форда Вот боюсь наврать Но по-моему Форда Который говорит Я стараюсь Не делать работу Все сам Я стараюсь Найти людей Которые делают Это лучше меня Организовать Их работу Вот это мышление Бизнесмена Вот Соответственно Я уже говорил Вот этот стопор Я сам Я сам Плюс Я всю жизнь Делал эту работу Бесплатно Как я за это Буду платить То есть он Вот Прикиньте Пожалуйста То есть Какую домашнюю работу Вы можете делегировать Соответственно Может быть Близким и родственникам Неплохая тема У вас есть Племянники Тети Дяди Бабушки Которым можно платить За то Что они будут Выполнять работу Гувернера Убора По хозяйству И так далее Кстати Заодно Вы решите вопрос Тем что Многие из них Сидят без денег Вот Непростой вопрос Непростой Предупреждаю Но Прикиньте Сколько времени А самое главное Сколько сил У вас освободится А самое главное Вы покупаете Подумайте Что вы этим Покупаете Мышление бизнесмена То есть Вот такой Может быть Неоднозначный Достаточно Сложный вопрос Но Прикиньте Освободив Два-три часа Каждый день То есть Сколько вы сделаете Получив Вот эти возможности Это значит По семья и быту Значит Второй момент На который Зависают Часто новички Это вопрос Доставки продукции Вопрос Содержания Складов Офисов И всего прочего Но Я здесь Хочу сказать Только Одну вещь Потому что Открытие Складов Офисов Это отдельная Тема Вот Я скажу Сейчас Вещь Которую Меня Можно кинуть Опять Нелыми Помидорами Работа Склада Работа Офиса Работа Центра И так далее Это работа Не сетевика Это работа Человека С мышлением Линейного Бизнесмена Соответственно Сетевику Очень сложно Вести Эту работу И я Очень Очень Много Видел Ситуаций Когда Лидер Открыв Склад Открыв Офис И ведя Его Перестает Работать Как лидер И теряет Структуру Друзья Это не Мое Мнение Это Практика И статистика Склады И офисы Это Отдельная Работа Соответственно Построение Структуры Это Отдельная Работа Это Опять же Вопрос Делегирования Естественно Под вашим Контролем Но Обратите Внимание Я Конечно Видел Отдельные Примеры Я Видел Ситуацию О том Что Есть Уникальные Случаи Когда Человек Гениально Ведет И работает Центр Офис Склад И ведет Работу Со структуром Поверьте Мне Я могу Такие Примеры Лично Привести И у Меня Даже Хватит Пальцев На руках Но Их не Будет Больше Десятка При Огромном Количестве Людей С которыми Сетевиков Я общаюсь И взаимодействую Зато Я могу Привести Даже Не в Десять А в Сто Раз Больше Примеров Когда Люди Заваливали Оба Эти Направления Это Разница В мышлении Это Разница В стиле Жизни Это Ну Понимаете Как шизофрения Когда ты Должен быть Линейшиком И сетевиком Одновременно Вот Кстати Обратите Внимание У большинства Есть Мужья Кстати Которым Часто Очень Сложно Чисто По мужскому Характеру Работать В сетевом Бизнесе Зато Который Прекрасно Может Вести Склад Офис И так Далее Обратите Внимание У вас Есть Дяди Тети Братья Сестры Там И так Далее Соответственно Которым Люди Которым Я надеюсь Вы можете Доверять Вот Правда Здесь Встает Вопрос О том Что В нашей Стране Народ Не Приученный Не имеет Опыта Совмещать Личные Личностные Отношения И бизнес То есть Здесь Тоже Имеются Свои Сложности Но Поимейте Это Ввиду То есть Вот Такая Вот Тема Это Одна Из Причин Когда Отсутствие Делегирования В этой Сфере Приводит К тому Что Человек Садится На попу И Становится Наем Хороший Лидер Становится Наемным Работником На своем Собственном Складе Дальше Следующую Сферу Которую Необходимо Делегировать Это Так называемая Рутина Значит Соответственно Это Огромное Количество Мелких Дел Которые Приходится Вести Лидеру И Где Лидер Абсолютно Не нужен Ну Например Ведение Рассылки Написание Статьи То есть Я могу Сказать Такую Вещь Что Просто Как Пример Большинство Лидеров Прекрасно Умеет Говорить И Прекрасно Говорит Но Если Вам Необходимо Вывести Это На Бумагу И Сесть Статью Я Видел Гениев Которые Прекрасно Пишут Но Моя Практика Показывает Что Большинство Лидеров Нифига Не Могут Писать А Те Кто Пишут Как Правило Хреново Строит Структура Это Вот Есть Такая Способность Навык Человека Который С Аудио Или Видеозаписи Может Перевести Это В текст Сделать Более Менее Удобную Статью Которую Вы Потом Посмотрите Опубликуете В вашей Газете Журнале На Сайте И так Далее Я уже Не говорю Про Ведение Сайта Рассылок Организацию Вебинаров Которые Сплошь Рядом Видел Когда Топ Лидеры Организовывают Это Набирают Людей Их Оповещают Я уж Не говорю Про то Что делают Техническую Сторон И так Далее Поэтому Подумайте Возможность Секретаря Референта Причем Я могу Сказать Так Что Вот Эта Ошибка Что Секретарь Референт Это Должен Быть Человек Который Подписан Который Сам Строит Структуру Друзья Он Не Будет Строить Структуру Или Не Будет У вас Референт Потому Что Это Разные Навыки Это Разный Стиль Жизни Это Абсолютно Разный Образ Жизни И Если Вы Возьмете Себе Помощника Из Структуры Вы Потеряете Того Кто Будет Строить Структуру А Если Вы Своему Референту Дадите Задание Построить Структуру Вы Потеряете Его Как Референта Вот Но Другой Вопрос Скажем У вас Вообще Есть Что Делегировать Да Потому Что Я могу Сказать Что Если Вы Сейчас Болтаетесь Где-то В районе Директорского Уровня То Соответственно Может быть То Что Я Сейчас Говорю Это Проходит Мимо Ваших Ушей Потому Что Вы Просто Этого Не Делаете У вас Нет Сайта Вы Не Проводите Веб Конференции Вы Не Организовываете Школу Вы Сами Вот Я могу Сказать Что Вопрос Такой То есть Вы Летите В регион Вопрос Покупки Билета Найти Купить И так далее Билет Занимает Примерно Полчаса Если Вы Хотите Посмотреть Билет Выгодный А еще Состыковки Рейса Это Час Ну Соответственно Прикиньте То есть Этот Час Вы Не Работаете Как Сетевик Да Какая Фигня Вопрос Это Все Сделать Соответственно Решайте То есть Секретарь Референт Ну Дальше Возникает Вопрос Секретарь Референт Это Человек На Зарплате Вот То есть Человек Который Делает Определенную Работу Получает Эту Зарплату Либо Засделанную Работу Либо Там По Часовую То есть Это Уже Вам Решать Большинство Не Готовы Этого Делать Я При этом Хочу Обратить Внимание Что Если Вы хотите Быть Крутыми Бизнесменами Акулами Бизнеса Посмотрите Любой Фильм Где Показывается Хотя бы Кусочком Жизнь Крутого Бизнесмена И назовите Мне хотя бы Один фильм Где Бизнесмен Работает Без Секретаря Референта Вот Посмотрите Да И приведите Мне этот пример Я сам посмотрю Такой фильм С удовольствием Потому что Я таких Не видел То есть Это мы говорили Про работу Рутины Причем Чем выше Вы будете Подниматься Тем больше Этой Рутины У вас Будет Соответственно Следующий Аспект Который Необходимо Подвергнуть Делегированию Это Аспект Взаимодействия Со специалистами Но Я приведу Всего лишь Несколько Примеров Вопрос Например Создание Своего Сайта Да Прикольно Кому-то Поковыряться Посмотреть Все это Сделать Да И так далее Супер Вопрос Не проще Ли заплатить Специалисту Который Это Сделает Грамотно Займет Меньше Времени И соответственно Вы не будете Ломать Над этим Голову А займетесь Своим Основным Делом Построением Бизнеса Опять же Вопрос Решать Вам Вы можете Поковыряться В конструкторах Сделать Все это Сами Сэкономить Охрененную Сумму Денег Особенно Если Вы не знаете Сколько Стоит Ваша Минута Или Ваш Час Работы Вот Следующий Я понимаю Что спонсор Может дать Новичку Практически Все Но Новичку Мало того Я могу Сказать Что Примерно До Директорского Уровня Практически Все знания Навыки Которые Нужны Дистрибьютору Может дать Сам Спонсор Но При условии Что этот Спонсор Гениален И он Действительно Спонсор Я могу Сказать Что Вчера Как раз Была Конференция Где Каждый Участник Голос Говорил Одну Вещь У меня Нет Спонсора Который Не может Дать Систему У меня Нет Спонсора Который Не может Помочь Вот Это Первый Момент Второй Момент Заключается В том Что Он Оступает Вещи Когда Людям Уже Нужно Давать Узко Специализированные Знания Соответственно В которых Человек Некомпетентен И Запомните Что Работа Тренера Это Работа Отдельная Если Вам Кажется Что Тренер Как Специалист Просто Пришел Провел И все Друзья Вы Прикиньте Сколько Литературы Обучения И всего Прочего Он Должен Перелопатить Для Того Чтобы Сделать Подготовить Действительно Адекватный Хороший Тренер Теперь Прикиньте Если Вы Будете Перелопачивать Эту Литературу Держать Руку На Пульсе В Новостях И все Прочее Соответственно Вы Не Будете Заниматься Спонсорской Работой Я Уж Не Говорю Про То Что Личностные Качества Спонсора Сетевика И Личностные Качества Тренера Это Разные Качества И Соответственно Человек Поверьте Мне Человек Который Много Работает В этой Среде Человек Либо Тренер Либо Спонсор Вот Я еще раз Говорю До Директорского Уровня Пожалуй Все Знания И Навыки Людям Вы Можете Дать Сами Но Дальше Вам Придется Работать Со Специалистами Вам Придется Нанимать А Дальше Это Вопрос Делегирования И Опять Вопрос Грамотного Делегирования Да Потому Что При Делегирования Вы Должны Соблюсти Такую Вещь Которую Я Прекрасно Понимаю Боится Большинство Людей Лидеров Они боятся Потерять Авторитет Потому Что Если Они Приглашают Хренового Ведущего В который Не Влюбятся Ваши Люди То Соответственно Он Проведет Хреновый Тренинг Если Приведут Хорошего Тренера То Есть Риск Что Люди В него Влюбятся Перестанут Любить Вас И так Далее Есть Такая Проблема Вот Учитывая Что Я сейчас Скажу Как Тренер С Уже Тридцатилетним Стажем Даже Больше О том Что Если Ты Хочешь Зарабатывать Деньги Как Тренер Ты Должен Сделать Так Чтобы Люди Полюбили Тебя То есть Никуда Ты от Этого Не денешься Иначе Фиг Они Тебе Будут Платить Вот Соответственно Ну Есть Такой Момент Это Скажем Отдельная Тема Но Спецов Вам Приглашать Придется Причем Опять же Вопрос Заметьте Не лезете Лезете ли Вы Сами Прочищать Трубу Делать Электрику Ремонт В доме И все Прочее То есть Большинство Лидеров Занимается Этим Делом Опять Вернусь К вопросу Что Если Это Ваше Хобби Флаг Вам Руки Но Запомните За хобби Нужно платить На хобби Нужно заработать В том числе Нужно заработать И на время Которое Вы отдаете Этому хобби Значит Это Пункт Делегирования При работе Со специалистами Следующий Момент Это Делегирование Пожалуй Один из самых Интересных Вопросов Это Делегирование Членом Вашей Команды То есть Тем Кто действительно Ведет Структуру Итак Что же Здесь Нужно Делегировать И Какой Имеет Смысл Значит Запомните Одну Вещь Что Если Вы Хотите Сделать Так Чтобы Человек Не Потерял Структуру То Имеет Смысл Делегировать Людям В своей Структуре Только Те Функции И задачи Которые Они Все равно Будут Выполнять Уже Сами Для Своей Структуры Может быть Не сейчас А поднявшись На более Высокий Уровень Ну Например Если человек Находится Где-то В районе 12-14-11 Процентов То Соответственно Он Наверное Еще Не ведет Школ Не ведет Обучение Но Уже Поднявшись Даже Директорского Уровня Он Эти школы Будет Вести Так Вот Вопрос Имеет Смысл Его Сейчас Уже К этому Делу Потихоньку Подтягивать Вот С другой Стороны Что Если Вы Этому Человеку Например Делегируете Там Написание Статьи Чем Он Не будет Заниматься Да То Соответственно Мы Ну Вопрос А смысл Да Или Делегируем Уму Создание Сайта Вот Это Очень Важный Момент Потому Что Тогда Делегирование Не будет Отрывать Их От Сетевой Работы А Будет Их Двигать Вперед И Еще Один Момент Человек Который Вы Делегируете В своей Структуре Какую То Работу Обязательно Должен Получать За Это Плату Запомните Друзья Природа Не терпит Пустоты Природа Не терпит Халявы Человек Должен Получать За Эту Плату Но Я Рекомендую Платить За Это Не Деньги А Платить За Это Двумя вещами Это Возможностью И Признанием То Известностью Человека То Когда Человек Получает Признание Известность Что Важно Для Лидера Важно Для Его Престижа Для Его Роста Как Спонсора Для Роста Его Харизмы Вот И Какие-то Возможности Участие В каких-то Мероприятиях Куда Не попадет Кто-то Другой Иначе Получится Такая Вещь Которую Наблюдал Неоднократно То Вы Например Делегируете Вести Школы Своим Людям В первом Поколении У вас Есть Два Человека Один Школа Ведет Прекрасно Другой Ведет Хреново Значит Сначала Вы им Делегируете Одинаково Потом Наступает Момент Соответственно Когда Получается Такая Вещь Что К тому Кто ведет Хреново Люди Потихоньку Перестают Ходить К тому Кто ведет Хорошо Идут Все Больше И больше Потом Наступает Момент Когда К тому Кто ведет Школу Он начинает Вести Хорошо Ведет Практически Все У него Нет Уже Практически На школах Своих Людей Почему Потому что Мне когда Заниматься Бизнесом Все Он в пролете Вот Соответственно Напомните Человек Должен Получать За Делегирование Плату Лучше Всего Это Возможность У лидера Их Достаточно Много Это Его Личное Время Которое Вы Уделите Этим Людям Перспективную Работу Это Признание И Внимание Вот Это Вопрос Делегирования В своей Команде Вот Но Кстати Заодно Проверите На что Человек Способен На более Высоком Уровне Чем На том На котором Он Находится Сейчас Но Напомню Еще раз Для того Чтобы Человек Не сменил Профессию В вашей Структуре И вы Не потеряли Его Как Лидера То Делегировать Ему Имеет Смысл Те Вопросы Которые Он Все Равно Будет Делать Но Поднявшись На Более Высокую Ступеньку Значит Соответственно Дальше А Ну Собственно Говоря Я Рассказал Все Что Планировал Вот Теперь Готовьте Давайте Свои Вопросы Ремарки Там И все Прочее Постараюсь На них Ответить Значит Делегировать Или написание Курсовой Неужели Заказывать Значит Решите Пожалуйста Для вас Написание Курсовой Это Хобби Если Хобби То Естественно Хобби Человек Делает Сам Никому Не Делегирует Да Там И все Прочее Вот Если Вам Это Нравится Ради Бога Но Запомните Что Это Ваше Хобби Вот Соответственно Дальше Вопрос Прикиньте Сколько Времени И сил Чем Вы Займетесь Как Лидер За Это Время То есть Просто Взвесьте Вот Возьмите Листок Бумаги Поделите Его Пополам И Напишите Да Это Я уже Ольга Не только Вам Отвечаю То есть Вот Написание Курсовой Сколько На это Уйдет Времени И сил Дальше Что Вы Сделаете Как Спонсор И Лидер Соответственно Если Вы Как Спонсор И Лидер Нифига Не Делаете У вас Нет Рекрутирования Вы Не Работаете Со Структурой Ну Тогда Вопрос Чем Заняться Вот Соответственно Вот Так Самые Важные Обязанности Лидера Первое Это Рекрутирование Вот Второе Это Спонсирование Соответственно Я бы Сказал Еще Третий Вопрос Это Налаживание Бизнеса Взаимоотношений И работы Лидеров Друг с Другом Вот Три Вопроса Раскрывать Каждый Из них Извините Я сейчас Не буду Это Отдельная Тема И Каждый Из них Это Тема Даже Ни Одного Вебинара Поэтому Только Так Значит Вопрос Как Рассчитать Сколько Стоит Мое Время Значит Есть Два Способа Значит Способ Первый Точнее Три Значит Способ Первый Взять Все Время Которое Вы Работаете Взять Ваш Доход И Тупо Поделить Доход На то Время Которое Вы Работаете Вот Или Учитывая Сетевой Бизнес Когда Работа Должна Занимать 24 Часа То Берете Доход И Делите На столько Часов Сколько Их Есть В месяц Соответственно Вы Получите Ту Сумму Которую Вам Сейчас Платят Второй Момент Я его Тоже Советую Посчитать Это Ту Сумма За Которую Вы Готовы Оторвать Попу И Куда То Поехать То Это Так Скажем Сумма Желаемая Они Кстати Не Всегда Совпадают Третий Момент Если Вы Строите Перспективный Бизнес И Планируете У вас Есть Долгосрочные Планы На Перспективу То Прикиньте Сколько Стоит Ваш Час Через Год Работы По той Методике Которую Я сейчас Описал И Толкайтесь От Этой Цифры Соответственно Я надеюсь Что я Ответил Три Способа Посчитать Сколько Стоит Время Значит Разница Между Рекрутированием И Спонсированием Рекрутирование Это Подбор Набор Людей Структуру А Спонсирование Это Дальнейшее Ведение Этих Людей То есть Собственно Говоря Вот и Все Естественно Это Единая Система И Их Бессмысленно Разделять Одно От Другой Потому Что Рекрутирование Без Спонсирования Не Имеет Смысла Кстати Очень Многие Хорошо Рекрутируют Фигово Спонсируют А Спонсирование Без Рекрутирования Тем более Не имеет Смысла Потому Что Некого Будет Спонсировать Вот Надеюсь Что Ответил Где Можно Услышать Ваши Тренинги Презентации И так Далее Обратитесь Обратитесь К Александру Он Даст Мои Координаты Значит Соответственно Желающие Могут Поискать Меня На Фейсбуке В Скайпе В Вконтакте Я редко Бываю Меня Можно Найти На Фейсбуке У Меня Есть Мой Видеоблог Есть Просто Мой Блог То Ищите Я Есть В Интернете Так Александр Я Какие То Вопросы Прозевал Ответить Нет Вопросы Ты Все Ответил Единственное Что Меня Смущает Либо Сейчас Все Действительно Заслушались И Забыли Что Надо Написать Вопросы Либо Вопросов Нет Поэтому Я хочу Обратить Внимание Сейчас Участников Что Как Только Мы У вас Прекращаем Видеть Вопросы В чат Мы Отпускаем Сергея Потому Что Сергей Знает Сколько Стоит Каждая Минута У него Времени Да Александр Судя по тому Как начал Дрожать Его голос Тоже Это Знает Я надеюсь Что Помнит Сейчас Тут В ютубе Я тоже Есть Единственное Что В ютубе Мой канал Посвящен Больше Скажем Моему хобби Жизни Путешествиям Но Кому Интересен Этот аспект Моей жизни В ютубе Я тоже Есть Да Вопрос Делегирования Семейная пара Мужчина Женщина Это Очень Хороший Вопросы Я могу Сказать Что Семейная пара Работающая В сетевом Бизнесе Они Очень Активно Продвигаются Причем Это Флаг Потому что Для многих Это Идеал Вот И многие Чисто За этим Стремятся Говорят Блин Я хочу Чтоб Так Чтоб Я так Жил Как Говорится Вот Но Это При одном Условии Если Они Умеют Не Путать Личное И Деловое Вот Это Достаточно Важный Момент Сергей Мне кажется Есть Любимый Вопрос Твой На Тему Какие Три Книги Ты Рекомендуешь Читать Причем Я Не Успел Заметить Просто Прочитать Или Прочитать Новичку Значит Да Вот Это Как раз То Что Я Хотел Сейчас Прокомментировать Если Вы Мне Подскажете На Каком Уровне И С Какой Целью Но Я Могу Сказать Что Если Вы Вот Есть Такое Понятие Профессиональный Студент Или Вечный Студент Вот Это Одна Тема Если Вы Сетевой Лидер То Я Могу Сказать К сожалению Хороших Толковых Книг Не По Одному Бизнесу Их Мало Поэтому Я Б Рекомендовал Взаимодействовать С Тренерами Взаимодействовать С Профессионалами Вы Там Получите Намного Больше Информации Потому Что Эти Люди Специалисты И поверьте Мне Золотоискательство Это Намного Более Легкий Процесс Просто Я имею Опыт И золото Мыл В свое Время Вот Поверьте Мне Искать Золото Намного Проще Чем Искать Знания В Современных Книгах Поэтому Увы 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 Я К книгам Не очень Хорошо Отношусь Потому Что Запомните Одну Вещь Люди Пишут Книги Не для Того Чтобы Вы Преуспевали А для Того Чтобы Преуспевали Они Не для Того Чтобы У вас Было Больше Денег А для Того Чтобы Было Больше Денег У автора У издателя Книг Извините Что Я говорю Так Это Вам Говорит Человек Который Сам Написал Несколько Книг И И И И И И И Опыт Еще И В этой Сфере Жизни Где вы Есть Как Тренер Это К Александру Вопрос До Какого Уровня Надо Вести Новичка Значит Есть Такое Понятие Называется Система Сопровождения Новичка Значит Это Первые Два Месяца Когда Вы Ведете Плотно Причем Первые Как Минимум Две Недели Это Вообще По Несколько Часов В день Лично Вот Дальнейшая Работа Может Быть Более Редкой Это Когда Вы Вводите Примерно До Директор Уровня Но Даже Дальше Вы Не Отпускаете Самостоятельно Мало Того Чем Активнее Эффективнее Двигается Человек Тем Более Плотно Вы С ним Работаете У нас К сожалению Ситуация Обратная Мы Больше Всего Работаем С Теми Кто Как Раз Работает Фигове Отпускаем На самотек Те Кто Работает Хорошо Кстати Часто Поэтому Их Теряем Вот Поэтому Я могу Сказать Так Что С новичком Нужно Работать Постоянно Особенно С перспективным Единственное Что Должен Меняться Стиль Приемы И поводы Взаимодействия И ведения В зависимости От Ну Соответственно Уровня Развития Новичка Вот То есть Я надеюсь Что я ответил Я хочу Добавить Сюда Такой момент Я смотрю Что Люди Увидели Специалиста И уже Посыпались Все Вопросы Которые Только Они Успевают Придумывать Я хочу Все-таки Поставить Определенные Рамки Что Пожалуйста Пишите Вопросы Не Во всех 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 Вопросах В сфере Бизнеса А касающиеся Темы Делегирования Не потому Что Сергей Не способен На остальные Вопросы Ответь Иначе У нас Формат Не позволяет Раскрыть Хорошо Для того Чтобы мы Более Глубоко Или основательно Раскрыли Одну Тему Которую Сегодня Поднимали И поэтому Я предлагаю Ну Сергей По твоему желанию Но Пропускать Те вопросы Которые Не касаются Вопросов Делегирования Иначе Получается Мы Хорошо Я отвечу Только на Один вопрос Который Не касается Делегирования Это количество Новичков Которые Нужно Вести То есть Для того Чтобы вам Было Кому Делегировать Соответственно У вас Должно Быть Каждый Месяц Подписываться Три Пять Перспективных Для бизнеса Людей Заметьте Не подписываться Вообще А перспективных Для бизнеса Каждый месяц Ну или считайте Как каталог Как вам удобней Три Пять Человек Соответственно Тогда Вам По статистике Будет С кем Работать Ну прикиньте Всех Их Вы будете Вести Большинство Из них Отпадет Вот Значит Чего Начать Работу Новичку Когда Не знаешь Куда И что Делать Как Все Систематизировать Есть Такая Тема Система Сопровождения Новичка Значит Если Вы потрясете Александра Ивасичка На эту Тему Есть На эту Тему Вебинары То есть Делегировать Значит Смотрите Эта инструкция Возможно Только Тогда Когда Вы Выстраиваете И прописываете Свой бизнес Есть Такое Понятие Видение Бизнеса Есть Такое Понятие Система Бизнеса Отсюда Зависит Что Когда Делегировать В двух Словах Могу Сказать Такую Штуку Значит Есть Такое Понятие Которое Называется Внутренний Маркетинг Друзья Я Очень Многие Вещи Говорю Не Для Того Чтобы Вас Заинтриговать Или Еще Что То Просто Поверьте Мне За 20 Лишним Лет Работая С Сетевиками С разными Компаниями Очень Много Всего Есть Вот Соответственно Просто Каждый Вопрос Можно Разворачивать Достаточно Долго Так Вот Вернусь Есть Понятие Внутренний Маркетинг Который Говорит О том Что На Каждой Ступени Движения По Лестнице Успеха Сетевом Бизнесе У Человека Появляются Новые Требования Новые Виды Деятельности Ну Например Смотрите Если у Новичка Нет Такого Требования Как Общение С лидерами Вообще Потому Что У него Нет То Когда он Поднимается Где-то В районе 12 16 18 Процентов От него Уже Будет Требовать Уметься Взаимодействовать С лидерами Потому Что Иначе У него Их Просто Не Будет Но У него Пока Еще Нет Например Необходимости Организовывать И вести Как это Лидерский Лидерский Совет Вот Необходимость Создавать Вести Лидерский Совет Получается С ранга Где-то Золотого Директора Даже Наверное Выше То есть Вот Я привожу Пример Значит Соответственно Работа с регионами Ведение Школ Которые Тоже Появляются Не на первом Не на новичковом Этапе Соответственно Это должно Входить Введение Бизнеса На каком этапе От Человека Что потребуется Новое То отсюда Возникает Два момента Это построение Системы обучения То есть Чему его учить Потому что Учить нужно Заранее И соответственно Что нужно Делегировать Потому что Делегировать Имеет смысл То что Он будет делать На следующей ступеньке Все Больше я не имею Возможности Ответить на этот вопрос Значит У меня По поводу телевидения У меня с телевидением С радио И вообще со СМИ Не очень дружеские отношения Еще Со времен Развала Союза Извините Не очень был опыт Вот Поэтому я Не люблю Журналистов И с ними Предпочитаю Не взаимодействовать По крайней мере Если к стенке Не прижали Предлагаю тогда Сейчас уже Время подходит К концу Выбрать еще Два Может быть Три максимум Вопроса Да И на них Закончим Как раз Значит Делегирование Как наемного работника Для ИП Значит Ну давайте так Например У меня есть бухгалтер Который И у моей жены Есть бухгалтер Который ведет ИП Которым мы платим Деньги Причем Не Тысячу Рублей в год Значит Соответственно Вот Есть В ее структуре Достаточно Много людей Которые Содержат Склады Не являясь Сетевиками А являясь ИПшниками Вот Но по правилам Компании Они могут быть Подписаны Ну если компания Требует Чтобы держатель Склада был подписан То он будет подписан Но это люди Которые собственную Структуру не ведут Ну у них появляются Клиенты Просто поскольку Они ведут склад Да Но они не строят Такую работу Вот Так что Вопрос ИП Ну а я могу сказать Что поскольку Сейчас сетевой бизнес Работает легально Особенно с определенного уровня То все равно Вам придется Заводить ИП И вашим людям Придется Заводить ИП Так Все Александр Я больше вопросов По делу не вижу Так что Передаю микрофон Тебе Так Ну хорошо Все Тогда Тогда На этом Последний момент Значит Чтобы я Вам не давал Отдельно все координаты И все прочее Потрясите Александра Он вам мои координаты Даст Вот Значит Соответственно Меня проще всего Искать через Skype Или через Facebook Вот А дальше я уже дам Все остальные Кому они нужны Либо трясите Александра Все Благодарю за внимание Я вас покидаю Все Давайте На этом заканчиваем Нашу сегодняшнюю Трансляцию Причем Вы сегодня получили Такой подарок Вместо 45 минут Чистого времени Общение у нас Продлилось Час Час 05 Я так понимаю Вот Свои Давайте традиционно Закончим Свои отзывы Комментарии А самое главное Какие Что ценного Вы для себя Вынесли Сегодня С трансляции С его выступления Ну От общения с Сергеем Вы напишите Сейчас в комментариях И Главный момент Какое Первое Ближайшее Действие Вы сделаете По окончанию Сегодняшнего форума Точнее Что вы сделаете Сегодня уже Для того Чтобы Начать Делегировать Если вас Эта тема Заинтересовала То Продолжение следует...